Подросток и самоубийство Расследование, которое провели ученые Санкт-Петербургского государственного университета. Его презентация прошла в Петербурге. Если на сегодняшний момент вы, например, как родитель или как специалист, захотите найти такие рекомендации в интернете, что вам делать, например, как родителю или как специалисту, то таких рекомендаций, под которыми бы кто-то подписался, не на уровне обсуждения на родительских форумах, а рекомендации специалиста, что нужно сделать, кому нужно обратиться, Как нужно изменить свое собственное поведение, как специалиста, как учителя, как психолога, как социального работника. Таких рекомендаций нет. Просьба к ученым разобраться в причинах деструктивного поведения подростков поступила от Следственного комитета Российской Федерации. Именно здесь расследуются дела подросткового суицида. И для следователей важно не только установить обстоятельства того или иного рокового шага, но и понять причины, которые могут подтолкнуть к нему молодого человека. Тема очень актуальная. Дело в том чувстве одиночества, которое испытывает ребенок даже в школе. И те примеры, которые я слышал, читал о фактах суицида детей, они просто пугают. Знаете, чем пугают? Своей объяснимостью, своей закономерностью. Я благодарю за честный ответ на честные вопросы, за глубокие результаты. Результаты научного анализа помогут следователям верно планировать оперативно-следственные мероприятия с участием подростков с неокрепшей психикой. Уже скоро ученые совместно со специалистами Следственного комитета предложат целый комплекс мер по профилактике подросткового суицида. В тестовом режиме они начнут опробоваться в Санкт-Петербурге. Они позволят предотвратить необдуманные и опрометчивые поступки молодых людей. Ведь они не всегда догадываются, что в жизни можно исправить любую ошибку, но только в том случае, если жизнь продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...